К 2020 году в окрестностях Анапы виноградники возродятся в общей сложности более чем на 9 тысяч гектаров. Власти на уровне муниципалитета и министерства края готовы поддержать тех, кто намерен серьезно заниматься виноградарством. Под этим гражданам понимаем, что это небольшие объемы, то есть частное виноградарство и виноделие, которые небольшие участки, от гектара, двух, пяти, десяти и более. Они создали такую ассоциацию и хотят тоже конкурировать на рынке виноделия не только нашего российского, но и международного, европейского. Виноградники на склонах хребтов на границе Гостогаевского и Крымского районов обильно плодоносили еще в советские времена. После развала Союза их забросили вот снова возрождение виноградарства, причем в новом качестве. Тот проект, который мы сейчас делаем, называется «Парк Гостогай. Парк вина и впечатлений». То есть здесь будет вино, здесь будет винодельное, здесь будет много всяких арт-объектов архитектурных. И мы сделаем такое очень модное место для того, чтобы туристы могли сюда приезжать и проводить целый день. Велоспедные экскурсии, шашлык, вино, озера, где можно отдохнуть целый день и с детьми, потому что им тоже будет здесь дано определенное пространство. Будет специальный детский городок, где они могут отдыхать, резвиться, когда покуда родители будут ходить на винограднике и смаковать вино. Предприятие Валерия Логинова возделывает лозу на 150 гектарах. В стадии активного строительства объект туристического показа. А вот мини-производство вина уже успешно работает. В этом году на престижном международном конкурсе виноделов в Лондоне «Мерло» награждено бронзовой медалью «Асаперави» – винодельник Гастагай. На международном конкурсе «Южная Россия-2013» получило золото. Ассоциация «Черноморские гаражные вина» решила в начале сезона собрать виноделов и ценителей вина на так называемом «Дне гаражиста». Приехали 28 виноделов с юга России и Украины. Наши анапские гаражные вины были на высоте по вкусовым качествам. Производство гаражных вин – ювелирная работа, которую выполняют с любовью виноделы истинные ценители вина, возрождающие былую славу Кубани по производству лучших в стране вин. Я всего три года занимаюсь, просто понравилось, решил попробовать, и это меня увлекло. Заложил в этом году где-то 60 кустов, но еще собираюсь досадить до 100 примерно. Лариса Басова, Андрей Стародубцев, Анапа.Регион.